Добрый вечер! Добрый день! Добрый вечер! Ну, во-первых, хочу сказать, что мы не так уж в море, а вполне на суше и занимаемся насущными проблемами одесситов и всех украинцев. Что касается акции, это такая, наверное, одна из масштабных акций Украинской морской партии, инициатива лидера Сергея Кивалова. Это и сбор тарифов, это и общественные акции, это и планомерная тяжелая работа, которую не видно и которую не показывали в телевизоре. Я хочу сказать, что рост тарифов это просто уничтожение населения, и Украинская морская партия делала и делает от себя все зависящее для того, чтобы снизить это бремя. Я хочу акцентировать внимание, что в Одесском городском совете фракция Украинской морской партии разрабатывала и голосовала дотацию на тепло, потому что тепло, формирование тарифа на тепло не зависит от городской власти. Мы уточним, да, государство помогает субсидиями, но помимо субсидий городской совет инициировал еще некую финансовую помощь для населения от имени города. От имени города то население, которое оформляет субсидии, получало и будет получать дотацию на тепло. И я считаю, что это достаточно существенная помощь в это тяжелое время. Установка тепловых счетчиков, которая позволяет сэкономить, снизить энергопотери для того, чтобы по счетчику заплатить максимально реальный тариф. Достаточно много нареканий у населения в отношении программы установки тепловых счетчиков, точнее даже не столько на саму программу, но сколько то, что их нет. До сих пор у многих их нет. Вот в следующем году сдвинется эта ситуация с мертвой точкой. Какие запланированы в этом году? Государство декларирует каждый раз, что оно поможет, что оно будет датировать, что будет государственная субвенция, а ее по-прежнему нет. Поэтому город берет на себя это финансовое бремя и устанавливает тепловые счетчики. По максимуму старались, я хочу сакцентировать, что мы делали максимум от себя возможного для того, чтобы установить тепловые счетчики, там где были обещания, там где есть самая острая необходимость. Безусловно, еще огромное количество счетчиков устанавливается сейчас. Я хочу сказать, что установка счетчиков не останавливается ни на один миг, и когда идет отопительный сезон, также есть возможность, и можно устанавливать тепловые счетчики, и это проходит. Поэтому я хочу извиниться перед всеми одесситами, кому не успели поставить тепловые счетчики. Я очень рада там, где мы смогли помочь, но, знаете, одесситы всегда понимающие люди, которые всегда с уважением, пониманием относятся, и всегда мы находимся в диалоге. Поэтому у нас точно все получится. Главное, чтобы было понимание городской власти с киевскими руководителями, с министерством профильным, которое, к сожалению, часто возникает на различных уровнях. На уровне облгосадминистрации занимаются политикой, на уровне Киева занимаются политикой. Наша задача заниматься вопросами быта, вопросами комфорта жизни, вопросами жизнедеятельности горожан, и этим мы пытаемся и занимаемся каждый день. Поэтому, знаете, кричать политические лозунги, ну, давайте оставим это обладминистрации, у них хорошо это получается, давайте оставим это Киеву, а наша задача реальные дела, которые делает Украинская морская партия. На прошлой неделе я побывал на отчете народного депутата в Украине Сергея Кивалова, где, в частности, народный депутат заявил о том, что он инициирует иск в суд с требованием снизить тарифы для украинцев или пересмотреть их хотя бы в сторону снижения. Фактически единственный депутат, который на таком уровне поднял этот вопрос. Что еще будет сделано с вашей стороны, и, может быть, вам известна судьба этого иска? Знаете, я хочу сказать, что Сергей Кивалов единственный народный депутат на сегодняшний момент Одессы, Одесской области, который провел открытый общественный отчет. Знаете, коммуникация с людьми, слышать сложные, неудобные вопросы может не каждый. И то, что это может и делать Сергей Кивалов, это уже большая заслуга, большой плюс. Политик с таким колоссальным опытом, он понимает, что сейчас нужно приложить все усилия, все возможные рычаги для того, чтобы снизить финансовую нагрузку на людей. Потому что жизнь становится тяжелее, дороже, сложнее. И задача политика, депутата, чиновника сделать максимально от себя зависящего, чтобы снизить финансовую нагрузку на людей. Вот, колледж, мы заговорили об отчете, вам вопрос. Вы опытный профессионал в морском транспорте. Вопросы морского транспорта в том числе поднимались на этом отчете. И вы затронули тему необходимости возобновления морских перевозок, пассажирских перевозок, хотя бы на территории города Одессы. Долгие годы об этом говорят. И, к сожалению, мы сейчас не видим прорыва в этом вопросе. Что вы конкретно, какой проект вы выступаете и есть ли отклик у представителей власти? Да, действительно, добрый вечер телезрители. Да, действительно, мы были на отчете Сергея Васильевича. И, в частности, делегация целая была от ветеранов ЧМП. И не только от ветеранов, и от ассоциаций морских капитанов члены правления были. Мы внимательно выслушали доклад Сергея Васильевича. И, прямо говоря, половина доклада, большая часть доклада была посвящена морю. Почему? Потому что Одесса – это морской город. Одесса не может жить без морского комплекса, который, к сожалению, сейчас, мягко говоря, отсутствует. Поэтому на профессиональном уровне морская отрасль должна существовать. И должна не только существовать разговорами о том, как развивать транспорт, но и конкретными делами. В частности, до настоящего времени стратегия развития города Одессы 2022 существовала в отношении развития морской части только на словах. Были форумы, были всевозможные разговоры о том, что, да, действительно, нужно возобновить прибрежное судоходство. Но на отчете Сергея Васильевича было прямо сказано, что и партия, и он сам лично уже разработали проект муниципального пароходства, который сегодня существует. Уже сегодня конкретно действует рабочая группа, которая тоже была создана по этой же инициативе, украинской морской партии, и, мягко говоря, всего корпуса депутатского, что город морской, о активизации в работе по возобновлению прибрежного судоходства. Были приняты многие решения, о которых в дальнейшем я могу сказать, если возникнет вопрос. И поэтому спасибо, что начала проявляться активность в этом направлении, потому что, действительно, в том виде, которое существовало черноморское пароходство, в том виде массивных грузопотоков, которые шли через порты, этого уже не будет. Но, по большому счету, у нас есть золотая, мягко говоря, карта. Это туристический бизнес, это пассажирский бизнес, на основании которого можно уже и ставить задачу по возрождению прибрежного судоходства, как круизного, так и пассажирского, в виде, допустим, концепции и тех заданий по развитию одесского морского трамвайчика проекта. Вот буквально вчера, вчера, да, по-моему, прошла рабочая группа в Горсовете, я присутствовал на рабочей группе, Светлана Викторовна. И уже техническое задание, которое было рассмотрено на предыдущих рабочих группах, оно уже соединено с концепцией развития. Та концепция, которая легла в основу стратегии развития Одессы 2020, пункт 3-4 даже конкретно хорошо запомнил. Поэтому на сегодняшний день процессы идут, и я полагаю, что дело сдвинулось, и мы будем все-таки очевидцами, что первое судно начнет свое движение вдоль прибрежного теста. Вот я даже, да, я немножко даже хочу усилить, потому что вот то, что сказал Олег Яковлевич, позавчера прошло заседание работы группы. И на самом деле мы даже сами где-то, мы надеялись, но не ожидали, произошел действительно исторический момент. Была принята концепция и стратегия развития морского транспорта в городе Одессе. Это не стопроцентный окончательный вариант. Мы договорились, что после 16 января, знаете, как зонинг, генплан, это стратегия, концепция, она будет опубликована на официальном сайте. Мы проведем общественное слушание. Все небезразличные смогут принять участие, дополнить, добавить, внести свое видение. И мы тем самым получим стратегический документ от города, в котором город предлагает инвесторам развивать эту отрасль. И я считаю, что это наша основная задача, мы с ней справимся. Так какие юридические отношения будут между городом и кто вообще будет... Я понимаю, это колоссальные деньги, на самом деле, для закупки судов. Это не машина, это даже не ремонт здания, это целая сумма. Я вам отвечу конкретно, чисто практический ответ. Дело в том, что на сегодняшний день существуют украинские судовеши, которые могут строить пассажирские суда небольших размеров. Более 12 пассажиров, будем так говорить, согласно требованию конвенции. Это уже пассажирское судно. Поэтому на сегодняшний день составляющая постройки может быть и украинская. Состояние денег, конечно, вы же сами понимаете, больших денег сегодня нигде нет, в том числе и города, потому что он очень много помогает Одесситам. Где-то они есть, но они не осязают. И вот, как Светлана Викторовна сказала, публикация вот этого проекта на сайте города Одессы, когда всемирно известно станет о том, что намерено делать Одесса. Я говорю, Одесса, потому что мы все Одесситы, мы Одесса. Как мы думаем делать, где это все будет, какие будут заходы, как будут работать линии, какое судно будет стоять. Уже конкретно инвестор посчитает и скажет, возможно. Да, действительно, надо делать. Давайте еще вернемся к морскому транспорту чуть позже. А пока давайте поговорим о непосредственно одной из тем, которая поднималась в этом году в Украинской морской партии. Это необходимость, помощь в создании ОСМД для простых одесситов. Я так понимаю, за последний год как-то вопрос с пробуксовкой проходит. Не так уж активно люди переходят на ОСМД, не только потому, что они не знают как, а, наверное, потому что не созданы определенные условия. Вот юристы консультируют, что они говорят? Я могу сказать, что действительно сейчас мы сталкиваемся с тем, что ОСМД, либо управляющая фирма, они находятся в неравных конкурентных условиях с сферой жилищно-коммунального хозяйства, которая финансируется с городского бюджета. В этом есть проблема, но я подчеркиваю, что необходимо брать управление в свои руки. Я всегда была сторонником создания ОСМД, добиваться своих прав, отставить свою позицию, управлять своим имуществом. Никто за тебя ничего не сделает. Ты в своей квартире, в своем доме наводишь порядок сам. Здесь нам нужно быть более активными. Мы делаем максимально от себя зависящее, делаем семинары, тренинги, круглые столы, оказываем юридическую помощь, консультацию, регистрируем ОСМД под ключ, делаем максимум от себя возможного для того, чтобы помочь одесситам в этом процессе. Но многие хотят переходить на ОСМД или все-таки чувствуете какой-то барьер? Многие хотят переходить на ОСМД. На самом деле прошло, мне кажется, за год порядка 300 семинаров, которые, вот вдумайтесь, и это не только жители Приморского района, это жители всего города и иногда с Одесской области приезжают. Мы выезжали в Теплодар, просили нас также там провести семинар, проконсультировать. На самом деле это достаточно сложный, объемный процесс. Невозможно, знаете, вот так создать ОСМД. Кто-то начинает, у кого-то получается быстрее, кто-то говорит, пожалуйста, сделайте нам под ключ, кто-то говорит, мы будем заниматься сами. Поэтому я бы не сказала, что прям с пробуксовкой, просто это процесс, который запустился, который идет, и на который наверняка одесситами, не только одесситами, я думаю, тенденции одинаковые по всей стране, нужно немножечко больше времени для того, чтобы вникнуть, разобраться, взять на баланс имущество и эффективно им управлять. По вашим прогнозам, по вашим ощущениям, сколько вы общаетесь с людьми, в следующем году этот простор будет закрыт? Через год мы встретимся, он будет закрыт? На 100% нет. На 100% нет. Кто-то не захочет создавать ОСМД, и город будет управлять этим имуществом. Знаете, кто-то не хочет создавать ОСМД, и их можно понять, потому что жилой фонд находится в таком очень плачевном состоянии, и люди просто не готовы понимать, что они не потянут. Есть страх, есть страх, поэтому мы же видим, несмотря на то, что денег не хватает на все, на капитальные ремонты, но мы видим, что если возникает какая-то острая ситуация, не дай бог, обрушение, пожар, ибо какая-то другая экстренная ситуация, город приходит на помощь, и ликвидируется, устраняется, и у людей есть страх, если имущество уже достаточно в ветхом и аварийном состоянии. Один из амбициозных проектов под инициативой, под руководством, под эгидой морской партии, это помощь морякам, попавшим в беду. Вы помните, да, многочисленные вот эти вот обращения матерей, моряков, попавших, в частности, в плен к пиратам. К счастью, сейчас таких сообщений меньше, но тем не менее, юридических коллизий, связанных, происходящих в том числе за границей, в иностранных портах, меньше не становится, к сожалению. И вот я знаю, что вы, в частности, помогали, консультировали моряков, которые попали в такую ситуацию. Расскажите об этом проекте подробнее. Дело в том, что, да, действительно, существуют такие ситуации, когда человек попадает, моряк, я имею в виду, в беду, находясь на судне. И в данном случае, все-таки, я хотел бы акцентировать внимание на то, что к этому вопросу более живее, более конкретней и более персональней должны подходить к рюнговой компании. Почему? Потому что заключен контракт, человек находится в рейсе, он подпадает под контракт, который действующий. Естественно, к рюнговой компании должны заботиться о том, что предоставлять максимум защиты тому моряку, которого они отправили в рейс. Но раз уж этого не происходит, вы перебираете их полномочия до ослания. Я вам скажу, в чем дело. Дело в том, что недавно состоялся форум крюинговых компаний. И, к большому сожалению, я посмотрел материалы форума, этой теме там практически не было уделено внимания. Я все-таки считаю, что в данном вопросе, когда я им занимался, вы правильно сказали, все зависит от контракта, все зависит об отношении крюинговой компании персонально к моряку. Все зависит от того, насколько будет отношение к попавшему беду моряку, такое, которое необходимо, чтобы возвратить его на берег. Я имею в виду и юридическая поддержка, и профессионально, материально. Я должен академию отметить здесь, в том случае конкретном, была оказана юридическая поддержка. Понимаете? Но все остальное должно, наверное, шевелиться. Та сторона контракта, которого заключила, и какие она должна нести. Такое ответственное за то, чтобы моряк, в общем-то, благополучно вернулся на берег. Мне сообщают, у нас буквально 3 минуты осталось. Давайте коротко о планах фракции и о планах ветеранов флота на год крядущий, 2017 год, и что бы вы хотели сказать нашим телескопам. Я бы хотела сказать, что мы и дальше будем не останавливаться. Вне зависимости от выборов, украинская морская партия, нас не так уж много в городском совете, но все молодцы, все активны. Вот я принесла с собой талмудные отчеты, которые не успела рассказать. Это и установка тепловых счетчиков, замена, ремонты, лифты, установка пластиковых окон, асфальтировки. Ну, масса проектов. Это приемы граждан, это социальные проекты, это праздники, это Дни Победы, это уделение максимума внимания каждому, детям, ветерану. Каждому, мы с каждым находимся в диалоге. Я хочу в уходящем году всем пожелать не опускать руки, всем пожелать оптимизма. Я убеждена, что следующий год будет лучше. Ну, вот просто мы не имеем права. Одесситы всегда были юморные, всегда были с таким задором, оптимизмом, поэтому мы не имеем права опускать руки. Мы 100% доведем до ума все те планы, которые запланировали. Не знаю, сделать ремонт в квартире, заасфальтировать улицу, либо построить концепцию развития морехозяйственного комплекса нового в Одессе, потому что мы самые лучшие, мы позитивные, мы этого заслуживаем. Я хочу пожелать всем нашим бабушкам, дедушкам, мамам, папам, всем деткам в первую очередь здоровья. Сейчас в предновогодние, да, такие дни не очень радует погода, какая-то эпидемия, но я вот хочу пожелать всем здоровья, чтобы в наступающем году у всех был достаток, у всех была возможность подарить подарки, порадовать свои семьи, а мы будем делать максимум от себя возможным. Как человек морской, я хотел бы пожелать всем морякам, Одесситам, Одессит это моряк, или он на берегу, или он в море, все равно Одессит это моряк, самое главное крепкого здоровья. По большей заботах о ветеранах, о стариках, о людях преклонного возраста, наша организация в меру своих сил, возможностей помогает и материально всем, кто остался без флота на берегу и уже приобретает 70-летний оттенок, и тем, кто в море находится по мере возможностей. Безусловно, в следующем году мы будем отмечать все коренные вехи, так сказать, морского пути Одессы, это все праздники, это наш памятник погибшим и рекам Судам ЧМП. Ассоциация морских капитанов правления выдвинула идею создать памятник капитан Одессы, будет стоять общий знак такой памятный в виде капитана около музея морского флота, которое обладминистрация, мы полагаем, включила в бюджет города, начать ремонт хотя бы одного зала. Поэтому, я думаю, свежий ветер наших желаний, наших пожеланий в следующем году создаст те условия, которые, в общем-то, будут двигать и дальше наш прекрасный город Одессу вперед с улыбкой, со смехом и как подобает присущим Одесситу. Всех с наступающим Новым годом и с Рождеством. Гриша и всем вашей редакции в первую очередь, потому что она освещает всегда инициативу морской партии вам лично и всей редакции Телегонова. Спасибо за имя от лица редакции. Поздравляю вас и всех одесситов. Оставайтесь с репортером, с нами интересно даже в праздники. Счастливо, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин